Воскресенье Воскресенье И вот по промыслу Божию этот день настал. Иван Александрович Ильин писал, мы должны видеть наш народ не только в его метущейся страстности, но и в его смиренной молитве. Не только в его грехах и падениях, но и в его доброте, в его доблести, в его подвигах. В период жесточайших гонений на церковь в Советском Союзе Ильин уверенно предсказывал будущее восстановления храмов и возрождения православной веры в России. Вот что он писал более 60 лет назад. Воскресенье Воскресенье Это будет настоящая жажда Бога и всего Божественного. Религия и храмы будут восстанавливаться с любовью и благоговением. Души обратятся к Богу. Это обращение будет осуществляться живым личным опытом. Возникнет обновленная вера. Она углубит и окрылится зерцающее воображение, чтобы сердце узрело Бога и все его лучи в мире. Такая вера пробудит волю. Воля станет характером, а характер поведет к поступкам. Так, верою в Бога, возродится русский национальный характер. Мы верим в Россию, потому что созерцаем ее в Боге и видим ее такую, какой она была на самом деле. Не имея этой опоры, она не подняла бы своей суровой судьбы. Россия, я думаю, что духовно гораздо крепче народ, чем какой-либо в Европе. Вы знаете, что в 1927 году, по случаю десятилетия Октябрьской революции, кто-то присыл интервью у Черчилля. И Черчилль сказал тогда в этом интервью, что если бы Англии пришлось бы вытерпеть хотя бы десятую часть того, что вытерпела Россию, уже Англии даже и в помине не было. Сегодня в России уже не только издано полное собрание сочинений философа в 26 томах, но появилось и первое высшее учебное заведение, носящее его имя. Это частный Уральский институт бизнеса в Екатеринбурге. Он был основан в 1990 году доктором экономических наук профессором Александром Максимовичем Миняйло. Здесь впервые в нашей стране в программу подготовки будущих специалистов в области экономики включен специальный курс лекций «Философия совершенства» Ивана Ильина. По мнению Миняйло и его единомышленников, одновременно с обучением наукам надо, как говорил Ильин, воспитывать в человеке свободную личность с достойным характером и предметной волею. Поэтому один из главных девизов института звучит так. Только духовное преображение человека создаст предпосылки для экономического подъема страны. Я своим студентам говорю, какие у вас преимущества, когда вы будете конкурировать. Мне это слово «конкуренция» не нравится, когда подавление. Но все равно вы будете конкурировать со сверстниками всего мира. И вы должны знать свои преимущества. Какие ваши преимущества? Вы родились в стране православной. Вы родились в стране, в которой никогда не заходит солнце. Это огромная территория. Вы родились в стране, в которой наши предки организовали эту империю. Эта империя совершенно отличается от тех империй. Допустим, в Англии была империя. Чем она отличалась? Она там возрастала ограблением колоний. Российская империя отличается тем, что вовлекая народы, она не пресняла их культуру. И за Россией неважно было, это армянин или грузин или украинец, кто-то и другой мог бы стать министром. Важно самое главное, что он служил Отечеству. Ну а русский язык – это величайшее преимущество. Вот смотрите, разве можно перевести на английский такое «помилуй меня, Боже». Вот слово «помилуй» – это и прости, это я не знаю как, но это вот надо чувствовать сердцем. Кроме этого, будущим менеджерам, банковским служащим и экономистам здесь читают курс лекций «Основы православной культуры». Начиная с 2003 года по инициативе института в Екатеринбурге ежегодно проводятся научно-богословские чтения, посвященные творческому наследию Ивана Ильина. Все это, по словам преподавателей, делается для того, чтобы независимо от будущей профессии привить человеку любовь к истории, культуре и традициям своей страны. Ильин писал в одной из работ, кем бы я ни был, от министра до трубочиста, я служу России, не мамонии, и не просто начальству, не просто своей похоти, не просто своему работодателю, но именно России, ее спасению, ее возрождению, ее строительству, ее величию, ее совершенству, ее оправданию перед Девцом Божиим. Вот такова была гражданская молитва Ивана Александровича Ильина, которая актуальна очень для каждого из нас сегодня. Недавно в институте родилась еще одна традиция. Теперь учебный год для студентов и преподавателей начинается с торжественной службы в храме на Крови во имя всех святых в земле российской просиявших. В знаменитой книге «Наши задачи», которая стала своеобразным политическим и гражданским завещанием Ивана Ильина, философ, обращаясь к будущим поколениям, писал. «После того, что произошло в России, мы, русские люди, должны честно, как перед лицом Божиим, исследовать наши слабости, наши раны, наши упущения, признать их и приступить к внутреннему очищению и исцелению. Мы не смеем предаваться церковным раздорам, партийным распрям, организационным интригам и личному честолюбию. России не нужны партийные трафареты. Ей не нужно слепое западничество. Ее не спасет славянофильское самодовольство. России нужны свободные умы, зоркие люди и новые, религиозно укорененные творческие идеи. Созерцающая любовь должна быть вновь оправдана после эпохи ненависти и страха и вновь положена в основу обновляющейся русской культуры». 83 года прошло с тех пор, как Иван Александрович Ильин и его супруга Наталья Николаевна были насильно выдворены из России. Их вынужденное изгнание закончилось 3 октября 2005 года. Благодаря усилиям многих людей и организаций останки Ильиных были перевезены из Швейцарии на родину. Вместе с ними в Москву вернулся прах одного из вождей Белой армии, генерала Деникина и его супруги. К этому дню в России уже было опубликовано полное собрание сочинений Ивана Ильина в 26 томах. 3 октября на кладбище Донского монастыря появилось четыре новые могилы. Пять лет назад здесь же были перезахоронены останки одного из самых близких друзей Ильина, замечательного русского писателя Ивана Шмелева. Он, так же как и опальный философ, скончался в эмиграции с единственной мечтой – хотя бы после смерти вернуться в Россию. В 1936 году Шмелев писал Ильину «Где-то свидимся, если бы в Москве, что Господь даст?» Кто бы мог подумать тогда, 70 лет назад, что эти слова окажутся пророческими? В этот же день патриарх московский и всея Руси Алексий II осветил в Донском монастыре закладной камень будущей часовни в память о жертвах гражданских смут и братоубийственных расприй. Она будет посвящена и тем, кто погиб в Отечестве, и тем, кто скончался в рассеянии. Ивана Шмелева Ивана Шмелевна Ивана Шмелевна Ивана Шмелевна Ивана Шмелева Ивана Шмелевна Ивана Шмелевна Иван Александрович Ильин писал «Мы должны видеть наш народ не только в его метущейся страстности, но и в его смиренной молитве, не только в его грехах и падениях, но и в его доброте, в его доблести, в его подвигах. В знаменитой книге «Наши задачи» философ писал «Прежней России не будет. Будет новая Россия. По-прежнему Россия, но не прежняя рухнувшая, а новая, обновленная, для которой опасности не будут опасны и катастрофы не будут страшны». История свидетельствует о том, что на испытания и потрясения народы отвечают возвращением к своей духовной субстанции и новым расцветам своих сил. Так будет и с русским народом. Мы верим в это потому, что знаем русскую душу, видим путь, пройденный нашим народом, и, говоря о России, мысленно обращаемся к Божьему замыслу, положенному в основание русской истории. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok